Аркаша Константинов проведет такую фразу, что «Онегинская стопа – это сонет». Я ему сказала, что нет, ты не прав. Как мог сонет вообще-то возник до «Онегинской стопы»? И если бы это был сонет, то кто-то бы не назвал ее «Онегинской стопой» или сейчас даже называют «Пушкинской стопой», согласитесь со мной. Значит, есть отличия от сонета и «Онегинской стопы». Я не буду спорить, там кто-то до того заумные там поэты начнут мне говорить, что вот это так, это вот так. Но я, посмотрев по словарю, я обнаружила, ну, даже вот такое маленькое различие между сонетом и «Онегинской страфой». Вернемся к тому, что такое женская страфа, ой, рифма. Ударение на предпоследнем слоге. Мужская рифма – это открытая сгласным звуком. И когда пишется «Онегинская страфа», то тогда в ней обязательно посредняя страфа будет мужская. В чем? Да, там 14 страф и в сонете, и в «Онегинской страфе», но сонет пишется по-своему, а «Онегинская страфа» пишется по-своему. «Одна окна» – это как бы отличие вот именно от сонета. Вот, затем, там может быть совпадение вот этих «А», «Б», «Б», «А» в «ТЦетах» и в «Катринах» в сонете, а в «Онегинской страфе» совсем по-другому. В «Онегинской страфе» есть различия. Ну вот, лучшее получается, это когда первое четверостише – это перекрестные рифмы, и обязательно чередуются женские и мужские рифмы. Ой, перекрестные, ну да, перекрестные рифмы, и они, рифмы, это чередуются с женской и мужской. Во втором четверостише – перекрестные, смежные, две женские и две мужские. В третьем – охватные, опоясывающие. И заканчивается страфа двух стишем с мужской рифмой. Вот что я вам сейчас и сказала. Ну, еще у меня возникло так, а как же бы вдруг наш великий Пушкин взял и написал бы с сонетами, и об этом не было ничего сказано. Значит, он в «Онегинской страфе» вложил такое что-то, что она отличается от сонета. Я бы хотела, чтобы Галина Никифоровна теоретические выкладки еще подкрепляла примерами, потому что, да, мы плаваем, мы про эти страфы, женская, мужская, не чувствуем. Я бы, конечно, хотела, поскольку Пушкин написал много, еще было бы это, эти теоретические выкладки были проиллюстрированы, чтобы я так не сидела дура-дурой и понимала, о чем идет речь. Я хочу лишь продолжить слова «Милы», как сказал великий Гёте, «Суха теория, мой друг, но древо жизни вечно зеленеет». Так вот, не так давно проходил конкурс «Пушкинская страфа», и я стал лауреатом этого конкурса. А суть конкурса заключалась в том, чтобы там было несколько номинаций. Нужно было выдержать, во-первых, именно «Онегинскую страфу», и написать либо что-то, воспроизведящее дух той эпохи, либо, может быть, на современную тему соблюдать только форму. Но понятно, что первая номинация является гораздо более сложной, потому что для этого нужно, наверное, много Пушкина читать, ну и о пушкинском времени, скажем. Только тогда что-нибудь получится, так сказать, более или менее интересное. Поэтому я хочу просто проиллюстрировать теоретические построения Галины Никифоровны просто примерчиком, который я написал к этому конкурсу. «Когда затихнет гром оркестров и грохот пушек полковых, Денис Давыдов сядет в кресло, нам явит вновь свой легкий стих. Он, ветеран военной музы, кусарам брат гроза французам, Нальет в бокалы пенной влаги, и грянут в песне об отваге, О прелести российских людей, и в стройных ножках и ланитах, О павших, но не позабытых героях. Вверх бокал воздев, гусары пьют в молчании строгом, Чисты пред Родиной и Богом. Таколе в этот мир являясь, жив будет хоть один пиит, Мой юный друг, к свече склоняюсь, Первого усиная ластрит, и дум возвышенных наполнен, Сотреоточенный безмолвен, он будет глизить в тишине, А лик его напомнит мне о том далеком и прекрасном, Кудрявом баловне судьбы, воспевшем отчество гробы, Че имя помнит не напрасно, в жестокий и нестыдный век И финн, и русич, и обрек. Здорово! Я уже говорил, собственно, своей милой соседке о том, Что я когда-то тоже с таким опасением, с таким даже страхом Думал о том, а смогу ли я, например, освоить такую сложную форму, Как санет. Ну как вот, что такое Катрен? Это четыре строки, четыре строки в одной строке, вот. Так вот, в санете, значит, две строкы, это Катрен, четыре строки, А там дальше идет Терцет, три строки, три строки. И просто я, вот это вот, я не считаю даже вот таким полноценным счетворением, Потому что я пытался вот в этой форме сделать кое-что. Но посудите, и, значит, я просто, что вы скажете, я с удовольствием послушаю, Даже пусть это самое негативное. Вот санет о любви. Любовь – иллюзия пустая. Пожар, угар, спасения нет. Она, как облако, растает, Оставив в сердце горький след. Любовью жизнь наша согрета, Как можно не ценить ее? Хранит земное бытие, Как солнце и зимой, и летом. Кто прав? Нас, Божие, рассуди, И мудреца вознагради, Познавшего ответ. Молчит Владыка наш небесный В той бесконечности чудесной, А на земле ответа нет. Здорово! Здорово! К санету, но не санет. Нет, 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 нет. Я хотела сказать, что это очень похоже на санет, Но не в строгом варианте. Нет, вот, да. Потому что санет обо всем, А у вас разрывается тема. Вот. Ну, чем у тебя, я это... Нет, да, почему? Нет, да, давайте прежде всего о форме. Форма, да. Суть. А форму надо еще... Почему разрывается у меня тема любви? Я не знаю, разрывается. А форму еще надо вот глазами посмотреть. Не на санет. Ну, вот, например, что я имела в виду? Можно я скажу, что я имела в виду? Вот небольшое замечание по форме. А оказывается, в санете, если строго к нему подходить, Санет бывает и не строгий. Если подходить к нему строго, То реклопка должна быть А, Б, Б. А, Б, Б. Все равно та же самая. И только потом, вот. Мы на эту тему, Галина Никифоровна, на эту тему уже спорили. Я и предметы доказал. Что, например, Максимилиан Волошин, Максимилиан Волошин, значит, Он тоже был очень мощный теоретик. И он сказал, что можно и так, можно и так. Да, да, да. Потому что, если уж так вот строго Тут придерживаться, Так мы вообще чувствуем мысль, Вынировать с этого. Ведь что, да что, так и все-таки. Кто такой Волошин, И кто такой Петраха, И кто такой Данта? Да. Да, вы понимаете, Я почему позволила себе вот такую вольность сказать о Санеке, Я сама пробовала, и когда я написала несколько Санетов, А если честно, когда это целый венок, То я увидела свои ошибки, И поняла, что такое истинный Санет. Потом и у Волошина прочитала, и у Брюсова, Но не потом, конечно, сначала, Все это было сначала, А я потом попробовала, думаю, Смогу ли я венок этот написать? Не смогла. Но там тоже свои погрешности, Если вы их... Ну потом, я пока не буду его представлять, Поэтому я и сказала, Что вообще-то это Санет. И близко очень к Санету, Очень близко, Там именно о любви, Но если судить уже строго, Как вы говорите, Дан и Петраха, Да, То там есть какие-то отступления, Но они не возбраняются. Есть французский Санет, Есть английский Санет, Есть итальянский Санет, И почему бы нет, И пусть они существуют, А есть наш Санет. Я еще раз хочу сказать, И делаю ударение на том, Если создан первоначально Санет, Там и написан классическим способом Данте и Петраха, Так он и должен продолжаться, И чередоваться, И там много этих, Так и должно быть, Но если вы написали, Так же, как Пушкин, Вот эту, Онегинскую строфу, Похожую на Санет, Это уже другое, И он называл ее, Или кто-то, Онегинской строфой, А уж если ты пишешь Санет, По моим понятиям, Так ты пиши, Как Петраха, Как Ганты. Так получается, Что я больше иллюстратором К выступлениям моих коллег Служу. У меня есть одно стихопорение, Которое называется Просто и без искусства. Санет. Вот, Опять же, Не все тут согласны с тем, Что то, Что написано по заказу, Является поэзией, Или стихом, Но вот этот был написан, Скажем так, По заказу. О заказе я скажу чуть позже, Значит, Я сначала его прочту. Часы мучительных сомнений, Когда подступит вдруг беда, Кто нас избавит от стыда, Какой спасет нас добрый гений? Коль переполнит сердце болью, И ужас поселится в нас, Лишь вера силу нам предаст, Лишь вера укрепит нам волю. Прекрасный символ доброты, Воспет Петраркой и Гомером, Вся жизнь твоя тому, Примером, Лишь были помыслы чисты, И средь житейской суеты Твой дед, Придет мне имя, Вера. И не читая стих, Я тебе прочитаю Только одну рифму От начала до конца Онегинской стравы. И ты все поймешь. Татьяной Своей Румяной Очей Своей очей Перескакивают Татьяной, Румяной Это первое четверо стихо. Молчаливо, Поязливо, И думала, Две стравы Так, Вместе, Да? Родной, Чужой Опять две стравы Вместе. Родной, Чужой Умело Своей Детей Умело Куда там Вылезло, Как-то, Да? Совсем Никуда Да? Ага. Своей Детей Опять Вместе Да? Хотела Тоже Сюда же И заключительная Одна Агна Как Обязательно Аж Санечи Совсем Поняла Или Поняла Все Душевного Спасибо Моя попытка Написания Онегинской Страфы Я Попыталась Написать В том же Стиле Когда Пушкин Пишет Страфу Когда Татьяна Приехала В Москву И вот Возок Едет По дороге И перед Ними Мелькают Дома Бабы И Вороны Вороны И вороны На крестах И вот Пушкин Добился Этим В малом Объеме Он показал Большое Количество Всего Что увидела Татьяна И как Она была Ошарашена Всем увиденным Ну У меня Вот Попытка Чего-то Подобного О новом Годе О пред Новогодии Вернее Это было Написано Накануне Нового Года Течет Последняя Неделя Я попытаюсь Выделять Как раз Рифмы Течет Последняя Неделя Еще один Уходит Год Народ В предчувствии Веселья Свершает Чаще Свой Поход По Торжищам И Безделушки Посуду Книги Бра Игрушки Съясное Языки Тунца Наборы Ног Для Холодца Селедку Свеклу Лук Для Шубы Лимоны Мандарины Сок Муку На праздничный Пирог Конфеты Близнула Губы Вино И водку Все берет Под елку Или на стол Кладет Почистывала Вот конечный Рифм Нет Это просто схема Надо перед глазами Мой дядя Самых первых Смотри Погляди Вот На это И ты сразу Я пишу Есть поэты Как Пушкин От Бога Для людей Я стала писать Поздно И я пишу Для Бога Я пишу Для Бога И даже Моя женская эротика Господи Прости Ты знаешь Что без этого Ну Ну никак Вот и все Поэтому Я понимаю Я не придерживаюсь Ничего Абсолютно Ни того Ни другого Ни третьего Нет Чтобы резюмировать Это все Я думаю так Что Не надо Все таки Так чтобы форма Давлила И очень сильно Над всем Особенно Над содержанием Ведь смысл Смысл Всего Творчества В том Чтобы Человек Пишущий Был понят Всеми другими Людями А если форма Будет давлеть Это какое-то Декадентство Декаденты Это те люди Которые писали Только для себя Продолжение следует